Мои личные ожидания от работы Финсерта заключаются в получении практической информации, которая поможет банкам бороться с угрозами в области ИБ. Чем больше будет аналитики именно практической из Финсерта, тем будет проще и в банковском сообществе в целом. И по идее должен снизиться уровень инцидентов и количество инцидентов. Банки готовы. Уже показали, что они готовы обмениться чувствительной информацией. И мы все ожидаем, что с внедрением в полном объеме Финсерта у нас повысится оперативность реагирования на мошеннические операции. Хотя кредитно-финансовая организация отдает весь третью форму, и Центральный банк в курсе, что происходит на рынке, но я думаю, что лучше это все-таки не через месяц после инцидента, а как можно быстрее, чтобы рынок все-таки узнавал, что существуют проблемы и в ДБО, какие именно, и в ОБС, и у клиентов. То есть все-все-все, но главное, чтобы было все оперативно. Мотивация банков в большей степени будет зависеть от того, что же банки получат от Финсерта в итоге. На настоящий момент времени мы передаем достаточно много информации об инцидентах в рамках 203 формы отчетности, однако не получаем обратную связи от Центрального банка. Хотелось бы, чтобы при реализации Финсерта этот недостаток был устранен, и банки получали как можно больше обратной связи от Центрального банка. Вот, например, у меня там АБС-ка такая-то, я узнаю от ЦБ о том, что в этой АБС-ке есть такая-такая-то уязвимость, что она может повлиять на работу моего банка. Ну, не моего, а банка, в котором я работаю. Я как можно быстрее пойму, как это заткнуть. Позвоню разработчику, напишу ему письмо, позвоню тот же Финсер, скажу, ребят, может быть, как-то все-таки обойти, или что-то помочь, или мы как-то вместе решим эту проблему. Как можно быстрее. Потому что, если действительно это будет уязвимость очень большая, то это вывод денежных средств, при том, из банковской системы, не только от клиентов, а там денег намного больше. У нас Финсерты должны выиграть все. Да, безопасники получат опыт других банков, они получат объективную информацию, а клиенты, тех, кого успели обидеть мошенники, получат возможность более быстрого реагирования на эти операции, и они получат большую вероятность возврата своих украденных денег. Я с удовольствием помогу Центральному банку, все свои наработки, все свои там, все, что я сделал за много-много лет, я готов это представить, чтобы помочь в решении многих проблем. И по поводу антивирусной карты, о которой скоро вы об этом узнаете, и по поводу других разных вещей, я готов поделиться. Я Центральный банк, ничего сказать не будет. Ассоциация Российских банков стояла у истоков идеи образования этого Финсерта. Форумы по обсуждению проблем борьбы с киберпреступностью проходили под эгидой, по настоянию Ассоциации Российских банков с участием специалистов Ассоциации. Мы работаем все вместе, и эта работа все вместе дала свой результат, организован Финсерт, и организация Российских банков, она здесь, и она будет и дальше, как бы, быть рядом с Финсертом, да, и по мере возможности работать на благо всего банковской сообщества. Конференция это несколько необычно, да, потому что она позиционируется как традиционная по PCI и DSS. Да, сейчас она проходит под лозунгом НСПК и Финсерт, но если учесть, что это более горячие темы, то конференция, ну, скажем, подняла более актуальный пласт проблем, которые сейчас волнуют банков. Интересное выступление коллеги из НСПК, который поделился опытом создания достаточно сложной инфраструктуры в сжатые сроки, было действительно интересное выступление. Плюс встретились с коллегами по цеху и обсудили насущные вопросы фактически. Конференция, на мой взгляд, организована прекрасно. Мне даже понравилось то, что на ней практически не было людей, вот просто посторонних. Сидели только специалисты, разговор был профессиональным, но понятным и даже мне, небольшого профессионала. Много очень знакомых людей, много профессионалов, калуарное общение просто обалденное. То есть это действительно летняя часть магнитогорской конференции. Здесь много людей можно найти, поговорить, обсудить разные темы, а также поговорить с регуляторами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова